Впервые жюри «Мамы-красавицы» увиделись на самопрезентации. Пожалуй, это был один из самых несложных этапов большого конкурса красоты и материнства. Дальше больше. Несмотря на занятость, а ведь многие мамочки активно занимаются бизнесом, каждая находила время и на то, чтобы готовить десерты и мясо с Севой Мокиным, и чтобы участвовать в благотворительном марафоне. В итоге до финала дошли 20 женщин. Выбирать победительницу конкурс, во-первых, красоты и материнства. В первую очередь мы обращаем внимание, естественно, на детей. То есть выступление будет в основном совместно с маленькими ребятишками. Что это тоже немаловажно, потому что дети и мужья очень сильно поддерживают в этом отношении наших конкурсантов. И второе – это, естественно, конкурс красоты. То есть мамочки должны себя преподнести со сцены именно как красавицы, как они умеют ходить, как они умеют двигаться вот в этом направлении. Казалось бы, участницы конкурса уже научены не волноваться на сцене. Однако именно дефиле и монолог перед огромной аудиторией заставили девушек всерьез понервничать. Я мама, у меня трое детей. И сейчас, когда дети становятся взрослее, мне хочется уже быть более социально активной, как-то проявлять себя, чтобы мои дети мне гордились, и чтобы я сама была занята очень интересным делом. И конкурс – это вот он дает такой шанс, потому что именно благодаря конкурсу появляются многие возможности. Кстати, если говорить о том, как проект «Миссис Сибирь» изменил жизнь этих женщин, очевидно, замечают родственники, что наши мамы и жены уже не те. Стали увереннее, что ли? Да и сами участницы говорят, конкурс – это хорошая встряска. Я ради этого конкурса отказалась от некоторых своих далеко идущих планов. Не то, что отказалась, я их сдвинула на месяц. И теперь можно даже откажусь. А стоило ли это того, чтобы ваши планы далеко идущие сдвигать ради участия в конкурсе? Это будет видно позднее, не сейчас, но на данном этапе я считаю, что да. Как и говорили организаторы, еще в самом начале победительницей станет самая активная, красивая и успешная мама. Так и вышло. У Екатерины Светобоговой два сына – 16-летний Артем и двухлетний Дмитрий. Сама Катя сейчас в декрете по образованию юрист, но не против освоить и другие профессии. Я стала более деятельной, то есть у меня добавилось очень много занятий. Я стала заниматься вокалом, танцами, спортом активно стала заниматься. Мало того, этот конкурс платил мою семью, потому что все там от малой, даже до мужа, который был изначально против участия в конкурсе, помогают мне все. Теперь Екатерина носит корону «Миссис Сибирь» и готовится выступить на российском этапе конкурса.